Ух, как я устала! Вот только знали! Смотрите, как красиво! Видно всю красоту или не видно? Видно! Как дела? Как дела? Спасибо! Красотка! Красотка, конечно! Сегодня с девчим вы выходите замуж! Вдруг? Вдруг посвящен солнце! Вдруг я выйду замуж скоро! Я думаю, что в ближайшие 2-3 года я уже выйду замуж! Я действительно хочу детей, семью! И в ближайшие 2-3 года я уже без двух минут готова выйти замуж! Да! Как-то очищу организм! Я рассказывала уже! Давайте я напишу пост про это! Я укажу контакт! Потому что все в прямом эфире! Я укажу! Да! Как-то лучше! Да! Да! Я так смотрю! А я знаю, сейчас я приду домой, и что самое интересное, я не смогу заснуть. Я уверена в этом, я не смогу заснуть. Я буду сворочиться, лежать, сбоку навык переворачиваться. Хотя нет, я засну, если сейчас я поем вкусненько, то я засну моментально. В Китае, да, в Пекине. Ой, сейчас мы уже не в Пекине. Подожди, мы уже сейчас в этом вам узнать. Забыла. Зачем приехал? Да, у нас открытие бутика Роберто Браво. Я являюсь их лицом. Вот, ты у нас за мной, где узнать, где-то еще. Я бы вас пригласила, конечно, если бы вы жили здесь. Ну, так как мы не здесь, то... Будем показывать в прямом эфире. Да, я вам забываю. Один вопросик накопился сегодняшний день. А вы не устали от моих... От такого количества сторона твоих? Скажите честно. Ммм? Ну, это же 22 декабря. Девочки, 22 декабря. Блин. 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 У нас 7 вечера. Сколько у вас времени? Сколько у вас в Москве времени сегодня? У нас есть... Она... У нас есть... Нет, нет, нет. У нас есть... Ну, в каком количестве можно переносить сторона. Да, да. С�, 3 часа. Поэтому... Она может переключить воду. И не забыть, чтобы она переключила... Или... Она может забыть, чтобы закрутить дверь. Может быть, если бы что-то такой же. Это правда. Селики дебют. Я видела сейчас, кстати, очень многие ювелиры ставят, типа того, что вот эти серьги и говорят, что они такие же сделать это все неправда не ведитесь потому что эти эти изумруды это изумруды вот эти камни стоят порядка 100 тысяч долларов никто вам не может сделать такие же камни потому что они безумно чистые если вы будете брать у кого-то там если вы будете брать их конечно на аукционе они будут подешевле но такие камни типа мы вообще сделаем вот подождите приходите как угоне мне никто их не делать от сергей бушерон который у меня были спасибо девчонки спасибо за ваши приятные слова я про я про низкопробных людей даже говорить не хочу никогда не хожу не смотрю какие-то эти всякие интервью мне вообще не интересно поэтому у меня не спрашивайте нигау нигау маа я уже выучилась я кстати что-то еще выучила сейчас подождите еще японский кстати тоже скоро выучу а ребята еду спать еду спать еду спать еду я спать ладно я вам надоело это шутка это моя шубочка dior который я про второй раз сегодня стену ну а уж тяжко подел один раз в платье называется шубок и смотрите все и задрала где я я в китае на губах на данный момент у меня оттенок одной из помад моих которые тестирую которые очень скоро я думаю к 8 марта уж точно потому что сейчас мы уже над упаковкой работаем вот и мы сейчас запустим тоже что да это чихает китайцы чихать но вообще шум народ заправлю но они добрые это правда тоже это правда вы знаете не то что Как-то там такие злые, такие неприличные, да? Мне кажется, ну как бы приличные такие, ну да. Не знаю, как-то вижу и как-то мне кажется, что как им не стыдно за землю. Ну как-то вот такой вот впечатляющий. Ой, ну недавно и сорок. Максимально с недавно. Кстати, когда тебе 30, думаешь, блин, будет сорок. А значит сорок будет шесть. Сорок вообще. Уже шестьдесят жду. Это же интересно. Я с ними уважаю. Нет, в Китае не работает. У нас косметика и косметика, которую я изготовляю, не будет делать в Китае. Мы сюда приехали открывать бутик Роберта Брауна. Завтра открытие, завтра показ. Вот, утка по-бикински, кстати, да. Можно, кстати, писать. Кстати, хорошая идея. У тебя не губы, а лепёхи. Можно такое писать? У меня нормальный губ. Просто здесь только свет отражает. И кажется, губ в два раза больше за счёт этой тени. Спасибо за красивую лубку, за зубы. Все обсудили губы, зубы. Все обсудили. Ладно. На сорок не выгляжу, потому что... Почему женщина должна выглядеть на сорок-сорок? Кто сказал? Мужчина. Вообще, мне кажется, то, как выглядели раньше на свой возраст, это неправильно выглядело. Сейчас люди правильно выглядят. В плане того, что раньше как-то не ухаживали собой, не было столько возможностей. Где Роберто? Мустафа! Да. Люди спрашивают мне, где Роберто? Где Роберто? Роберто Браво, конечно. Роберто Браво? Это я. Да, точно. Но они не знают. Да. Мой отец итальян. Да. Мой имя имя Роберто. Короче, Мустафа и есть Роберто. У него просто итальянский отец... У него просто итальянский отец. Браво хорошо. у-у как вы думаете деньги у суда нет на моих подписчиков подписываться не надо ребят не Нет, 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 вы подписываетесь на подписчиков, которые указаны в аккаунте, как это называется, которые я указала, 82 человека, спонсоры, которые под постом, вот на них подписывайтесь, на моих не надо. Мустафа Роберто. Мустафа Роберто. Так, конкурс спрашивает, какого числа будет розыгрыш, 22 декабря будет розыгрыш в прямом эфире, то есть все в прямом эфире будет, и вы когда увидите того, кто выиграл, он тоже в прямом эфире охренеет от счастья, надеюсь, это будет кто-то из вас, будет кричать, визжать, а потом скажет, да, я живу в таком-то городе, и я выиграл квартиру. Когда в качалку? Хороший вопрос, я хочу в качалку безумно, я думаю, что пойду завтра, я сейчас отдохну сегодня, я хотела сегодня пойти, но я завтра пойду. Долетела я, хорошо, спасибо большое. Где спонсоры в подписках? Ну, ребят, ну вы что, на кого подписан аккаунт, который я указал, там 82 человека, вы заходите, и он подписан на 82 человека, у вас ровно полторы минуты займет, чтобы добавить всех, их. Спасибо. Нужно подписаться, и все, и следить за новостями. Что за розыгрыш? Розыгрыш квартиры. Сейчас новогодний розыгрыш для вас, ребят. Мои друзья-блогеры делают розыгрыш квартиры, там деньги, там айфоны, там бьюти-боксы, там много призов. Сейчас самые-самые классные розыгрыши идут как раз в канун Нового года. Кому-то повезет, может быть, и весь из вас. Я очень хочу, что повезло именно из Баскафа. Это будет для меня самый большой сюрприз, самое большое счастье. Знаете, как мне приятно, вот, допустим, Мустафа, да, Турак, он из Турки. Мне приятно, знаете, вот, я когда зубы носила, брекеты, да, а еще сняла их, кстати, наконец-то. Теперь я попасту с голливудской лыкови. Итак, попасту с голливудской лыкови. Честный розыгрыш, конечно. Понимаете, как у меня зубы торчали раньше? Торчали так вперед, и нижние так выпадали вперед. Так вот, мы делали конкурс с моим ортодонтом. Ни одна девочка выиграла в этом конкурсе, у нее были клыки вообще вот здесь стояли. И он мне сейчас показал ее лечение, какие у нее сейчас зубы, как приятно видеть результат. Так приятно вообще, ну, безумно просто приятно было видеть, что ее жизнь изменилась. Она себе не могла таки позволить, дорогая довольно-таки процедура. И вот мне приятно, представляете, как у меня было приятно, если бы мы выиграли квартиру. Мне вообще вот такие вещи всегда очень приятные. Я потом думаю, боже, какое счастье, что бы кому-то сделали приятно. Этот розыгрыш честный. Зубы не виниры. Этот розыгрыш честный, ребят. Я никогда не подпишу свое имя там, где что-то нечестное. Я к глазам выкалюблена, если там что-то будет нечестное. Знаете. Спасибо. Так устала, если честно, просто вообще сил нема, нема. Я пошла спать, отдыхать, кушать. Может, еще пару сториз запишу. Записать в цель пару сториз или не надо? Что скажете? Или уже хватит? Что скажете? Так, давайте я слушаю вас. Это наш отель, пока покажу, как мы живем. Ой, чуть не врезалась. Хотела забежать. Хотела забежать, в итоге не получилось. А, я вообще все забыла. А там? Кусейн везет ее сюда. А где Кусейн? Он остался там с моделями. А, было. Он написал мне, я попросила привезти, он везет сюда. Обалдеть, ребят, смотрите. Я забыла свою сумку. Представляете, мозги вообще не работают. Просто можно было настолько устать, что даже... Ой, блин, прикол, прикол, конечно. Конечно, розыгрыш 22 декабря. Хочу показать вам елку. Сейчас, подождите. Так, а когда он приедет-то? Кусейн, у меня нет ключа. А, он же в их волке. А, ключ сделаем, если что. Хорошо. Он уже сказал, что просто едет. Записать, хорошо, я запишу, что-то. Мой доктор Потяев. Да, да, Потяев. Пойдемте, я вас елочкой покажу вам. Побольше, скажу, спасибо, мои сладкие. Кто-то мне пишет сейчас в WhatsApp смс-очку. Не надо больше сторисов. Слышишь, нет? Ты. Не надо сторисов. Вон, смотри, люди хотят еще сторисов. Смотрите, елка. Честно сказать, я не люблю елки-подделки, которые, типа, ну, конструкцию выдают за елку. Но горит. Зато красиво. Но это не елка. Елка здесь не пахнет. На другой стороне, может, и хорошо, что берегу деревья. Ладно, ладно. Я где? Я в Китае. Я сегодня... Я не верю в приметы, ребят. Я сегодня прилетела в Китай. Сегодня или вчера? Сегодня, по-моему, утром, да. На открытие бутика здесь по работе. На открытие бутика Роберто Браво. Я завтра вам покажу, как украсили весь торговый центр. Мои фотографии висят вот так на пять этажей. Сверху донизу. И так практически в каждой стране, в каждом городе, кроме Америки. Это безумно приятно, кроме Америки, Латинской Америки. И вот добрались до Китая. Я очень горжусь тем, что... что... что у меня есть возможность путешествовать, работать с такими интересными людьми, познавать мир и познавать новые культуры, новые места. Доктора по зубам, ребят, я давала его, Патяев, ортодонт. Он там есть в Инстаграме, так, где наши ребята. Представляете, я как устала, я забыла просто сумку, вообще все забыла. Блин, нафиг надо. Нет, интернет, кстати, неплохой. Я купила сим-карту. А, вон они. Или это не наш. Я купила сим-карту, и у меня работает интернет везде. А, это не мне, что ли? Не мне? There. А, они там. Сейчас ждем Хусейна, который привезет мне сумку. И тогда я пойду домой. Ладно, я потом еще выйду к вам прямой эфирчик. Вас обнимают, зловаю. А, в Лас-Вегасе есть у нас. У нас есть в Лас-Вегасе рапорта.